Вот наша коробка от ВАЗ-2103 Ну, судя по всему, она никогда не снималась Нету каких-то особых следов Вот один раз ставилась Но это ей не мешает всей течке Видите, сальник течет Стык здесь течет Колоколи там вообще Вон, какахи одни Прямо видите, вот потоком течет За эти годы сальники пришли в полную негурность Мы сейчас коробочку помоем Потом в мастерской уже ее разберем Полностью разбирать не будем Заменим только уплотнители, сальники Так коробка работает, не гудит, не выбивает Так, вот наша отмытая коробочка Сейчас мы ее разберем Заменим вот сальники, прокладки Так она вся работает, не выбивает, ничего не гудит Но течет Вот полностью разобрали Ну и полностью разобрали коробку Достаточно для того, чтобы заменить прокладки и сальники Вот и найдена основная причина, почему она такая была грязная Вот это вот задний сальник хвостовика Плохо видно На нем нету второй кромки Вот она вся внутри была Получается, эта кромка, на которой держится пружинка, стягивающая сальник Она рассыпалась полностью Вот это все здесь было внутри На валу отдельно лежало Так, коробка отличная Вот, все зубчики, все на месте Ни единой, там, какой-то кусочка металла Либо даже, вот, какой-то меленькой стружки В масле на дне Ничего найдено не было Поэтому мы сейчас поставим новые сальники Вот они у нас И новый комплект прокладок Не помню, может, в прошлом видео уже говорил Ну, все снимается там с промежутком в несколько дней Вот, дело в том, что вот я разобрал коробку Потом мы там занялись вторым гаражом-складом Вот на пару дней полежало Сейчас мы ее соберем Помоем, конечно, и соберем Снял сальник, чтобы вы посмотрели Тут у нас справа новый сальник Слева то, что мы сняли Видите, здесь только половина кромки Вот, причем здесь есть вот это пыльник Так называемая кромка Тут ее нету Судя по всему, ее из завода не было Собираем коробку Хоть и по заводу шла просто бумажная прокладка Но я промазываю ее герметиком Для того, чтобы не потело Начинаем разбирать мотор Жигуля Вот такой вот он Есть вот из интересных моментов Балансированное сцепление Сейчас буду Видимо, снизу повернем, покажу Свечки наши эти советские Разбирали мы мотор полностью По той причине, что в сапунке дало масло Результаты измерений показали Маслосъемное кольцо Зазор 1,55 Первое компрессионное 1,05 При зазоре миллиметр Подлежит замене Согласно литературе А новые Компрессионное, по-моему, 0,2 Зазор Маслосъемное 0,45 Может доходить Ну, в общем, не суть важна Так что Колечки меняем Дальше уже, когда отмою, будет более подробная дефектовка Вот и разобран наш мотор полностью Вот, кольца я вам уже показал Сейчас замерили Цилиндры И оказалось В первом цилиндре Десятка выработки Там существенная ступенька чувствуется Так что будем растачивать Вот уже прикупили такие чудесные поршня Вот, старые поршня Там тоже все не очень Даже если бы не нужно было точить Вот, видите, он грелся Прихватывал Вот, плюс там Смотрите, в первом Вкладыш у нас Вот так сделал Попробую показать Вот он Кусок вкладыша был Так что все вкладыши Под замену По головке Ну вот, с клапанами Так они по фаске Вполне неплохо Каких-то конкретных прогаров Я не увидел А вот тут вот Вот, видите, конкретно Вы его Так что И направляющий клапанов Тоже там все печально Клапаны болтаются Ну, седла Так, при первичном осмотре Вот Седла не прогоревшие Не треснувшие Думаю, обойдемся притиркой Что вам еще рассказать Распредвал у нас Убер Но я его даже не мыл Ничего Так сразу выкину Вот, распредвал Здесь вот Насколько камера Не знаю Передает В общем Очень глубокие Царапины На шейках О, вот тут вот Видите, как хорошо видно Так что Распредвал Вместе с постелью Поменяем Ресурс У новых Хороших запчастей Гораздо выше Чем у тех Советских Вот Что вам еще Рассказать Ну, цепь Само собой Под замену Раз уже разобрали Коромысла Поменяются Вот В итоге у нас Получается Мотор 80 тысяч Прошел А мы ему будем Делать капитальный Ремонт А, еще единственное Я Каленвал не мерил Что там С шейками Ну, так все вкладыши Все Внешне было хорошо И По ощущениям Вот он Не у нас Аккуратненько лежит Все гладенько Все отлично Я думаю Замеры Нас только порадуют Ну, вот Как-то так В следующий раз Мы этот мотор Уже увидим Расточенный Шлифованный Крашенный Будем его собирать Вот Окончательно Подогнали Вставку Левого крыла Так вот Все чудесно Получается Сейчас Обварится Полностью Так Так. Вот так вот оно получается. А с этой стороны, пока я поехал новые машинки присматривать нам в работу, уже все заварили и практически зашпаклевали. Получилось, как с завода осталось только вот отверстия под молдинги сделать. Одного, по-моему, внизу не хватает. Так что, машинка потихоньку преображается. Крылья шпаклеваются. В общем, процесс идет. Сняли с машины подвеску. Так вроде все неплохо. Сальники с годами, ой, сальники, саленблоки с годами, видите, потрескались. Мы их все поменяем. Там шаровые и все это будет еще проверяться. Ну так все болтики, все родное. Хотя вот, судя по всему, один амортизатор уже мененный. Вот здесь пластиковый. О, здесь стальной верх. Ага. А этот, так понимаю, еще советский. 3Д ВАЗ 21.01. Ну вот, не знаю я. Небольшой, честно говоря, специалист по Жигулям. Не самая популярная, точнее не самая ретро машина. Даже совсем не ретро, как по мне. Хотя время идет. Вот и то, что раньше было обычной машиной, постепенно становится ретро. Вот такая вот штука. Редуктор откроем, посмотрим рулевой. Вот. Продолжаются работы с Жигулем ВАЗ-2103. Вот. Сейчас работаем с днищем. В общем-то, днище в превосходном состоянии. Есть некоторые небольшие очки коррозии. Мы их зачистим, обработаем. Вот. Заводской этот мовиль снимать мы не будем. Только там, где отпадает. Вот. О варках, конечно, предстоит поработать. Вот это уже предыдущий владелец намазал черной штуки. Вот. Будем ее снимать. Вот. Обнаружили здесь вот трещина какая-то в лонжероне была непонятная. Заварили аргоном. Вполне возможно, что она образовалась еще время сборки на заводе, время вытяжки. А может нет, не знаю. Вот. Так что вот такое вот прелестное днище у нас. Благо в задних арках чуть поменьше этой грязи он намазан. Тут и легче отпадает. Так, вырезали помятый участок арки. Пробовали споттером вытягивать, но выходит как-то не очень. Слишком сильные деформации. Вот. Поэтому было решено заменить его. Из ремонтной вставки будет вырезан кусочек. Вот. Мятина была сильная. Вот видите, даже до второй панели достала. То есть вот оно. Такое расстояние промяло внутрь. Приехали с пескоструя. Детали подвески и двигателя. Вот нашего Жигуля. Вот. Их, как бы так сказать, много получилось. Ну, коллектор мы, конечно, красить не будем. Ну, точнее, обычной краской не будем. Мы его термостойкой покрасим. Просто он здесь все в кучке лежит. Вот. Вот. В соленблоке тяг моста хорошие. Думаю, мы их оставим. Ну, пока что закроем все кислотным грунтом. Потом будет видно. Поддончик почищенный. Кардан я решил попескоструить в сборе. Так он будет чище. Вот. Ну, крестовины, разумеется, подшипники отдыхают. Вот. Будут заменены. Вот. Мост заглушенный. Все отверстия. Шлицы закрываются. Резьбы обязательно закрываются. Для того, чтобы их не повредило песком. Вот. Пружины все. Так что будет очень красиво. Ну, у него никакой ржавчины. Видите, сколько всякой мелочевки. Кажется. Пишу.